Предсезонный турнир открыл матч между Олимпийской сборной и командой ЦСКА, ставшей в прошлом сезоне финалистами Кубка Гагарина. В составе сборной России одни из сильнейших защитников, нападающих и вратарей. Именно они и составят костяк команды, которая примет участие на этапах Евротура, в чемпионате мира, а после и на играх Пхенчани в 2018. Все игроки, которые и на этом сборе, и на других сборах будут в Олимпийской сборной, они все потенциальные кандидаты в основную в нашу главную команду. Это главная цель создания этой Олимпийской сборной, подготовка ребят для главной сборной. А уж кто ей будет нужен, это уже будет решать руководство первой сборной, в первую очередь ее главный тренер. Счет во встрече с ЦСКА открыли олимпийцы, забросив шайбу соперникам на второй минуте игры. После продолжительных атак и сильной обороны, московским армейцам удалось забросить ответную шайбу. Счет 1-1 продержался до конца основного времени матча, поэтому победители определили по итогам булитов. Решающую шайбу забросил нападающий Олимпийской сборной Александр Барабанов. По словам хоккеистов, игра была сложной не только потому, что на льду встретились сильные игроки. Тяжело играю, потому что по сути третью у меня при сезонке, тем более лед был сегодня. Он недавно только был заморожен, туман стоял, не видно было по сути кому отдать там дальше двух метров. Ну так, ничего страшного. Потихоньку там разыгрались ближе вперед и улучшилась обстановка на арене. Мало, все-таки, я думаю, создавали сегодня моментов. Маловато. У меня очень было много работы у ворторей. Есть над чем работать, есть над чем работать. Немножко беспокоит зона обороны наша. Так что этот турнир действительно зрелищный и неспроста его называют одним из сильнейших на Черноморском побережье. После сыграли хоккейный клуб «Сочи» и питерские армейцы. Победу в овертайме одержали хозяева турнира. Ледовые баталии в Большом пройдут до 6 августа. 4 числа красно-синие скрестят клюшки с обладателями главного приза КХЛ 2015 года. А олимпийская команда встретится с хоккейным клубом «Сочи». Ну а в последний игровой день команды обменяются соперниками. И по результатам встречи будет определен победитель открытого хоккейного турнира. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ».